Вы понимаете, но, как говорится, своя рубаха ближе к телу. Я вам просто приведу пример. Вот, смотрите. Ведь с точки зрения, опять же, с чего вы начали, с чего вы фразу произнесли, с нашими, там, типа, куриными мозгами. И кто-то оскорбился. Вы, правильно? Как это так? Я великий, я бог. Знаете, у нас же есть, там, бытует. Все мы боги. Да, только мы этого хотим, чтобы мы были, но не соответствуем. Мы действительно так, да. Поэтому, кстати, у нас был такой в истории, у нас был такой товарищ, которого звали Сократис, Сократ. Который говорил, я знаю, что ничего не знаю. Это знают все, слышали, да? Но не знают следующую половинку, немногие знают. Но я знаю, что ничего не знаю, но я хотя бы это знаю. Вот это вот не берется в расчет. А вот тут как раз-таки ключ. Я хотя бы это знаю, что я ничего не знаю. Поэтому у меня есть возможность узнать. Поэтому мы все боги, как угодно можно себя чувствовать. Но это, по сути, не так. Если своя рубашка ближе к телу, и мы реагируем на какие-то вещи, на какие-то программы, на какие-то выдернутые из контекста утверждения, выражения или фразы. Я могу привести пример. Значит, вот недавно у нас была беседа с Тодором Тодоровым. И в начале программы что-то как-то было по ассоциации. Я смотрел концерт, посвященный независимости Украины. Там было написано, да? Концерт Дню независимости, посвященный Украине. И Тодор говорит, а программа была вообще, ну, вообще не об этом, и даже и близко. Ну, как-то по ассоциации, вот я такую фразу говорю, Тодор говорит, независимости от кого или от чего. Ну, и продолжение. Что люди слышат? А мы, программа-то совсем и 99% и 9 десятых этой программы, слава в том ключе, которая была. А камни шелгит и вообще их свойства камни. Кто-то обратил внимание, значит, вот на эту фразу, и всё, для него не существует другого. Все это программы. И как это так? И вот я вот там, вот там, и там, и там. При всём уважение, но ведь, мы же говорим-то о другом. Поэтому смотрите, кто обращает внимание на этот армакедон? Потому что, ну как, я же в нём принимаю участие. Ну, действительно, люди, близкие уходят. Правильно? И никто не говорит о том, что и мы, собственно говоря, останемся. Всякое бывает, верно? Вот. Но нас трогает именно мы и наши близкие. Нас же не трогает всё остальное вокруг нас и то место, где мы все живём. Как в этом случае быть? И как взять себя... Это философский вопрос, вообще-то говоря. Как взять себя встроить, что ли, вот в этом модель общего? То есть мы частные, но, тем не менее, мы частные находимся в общих ходах. Вот как вот это соответствие? Отражено ли это, скажем так, вот когда вы, в частности, делаете ауру, вы разбираете человека, его прошлое, его настоящее, его будущее, там, связь. Но я ещё не видел и не слышал о том, как вы или как люди, в частности, не задают такого вопроса, соответственно, наверное, их желание, вы так и трактуете. Как мы соотносимся к миру этого? Понятно, да? То, что я сказал? Аура может показать. Аура может показать. Можете показать? Любой пример. Ну, давайте я покажу. Но я хотела сказать, что вы очень важную вещь сейчас затронули. Очень. Потому что это в некотором смысле краеугольный камень, это база, это основа, это критерий того, как человек сейчас проходит эту жатву. Потому что, ну, великий жнец, про которого мы мало что знаем, он сейчас разделяет людей. И одних, как говорится, в одну сторону, других в другую. Так вот, критерий же должен быть какой-то. И вот по одному из описаний, этим критерием является то, о чём вы сейчас, Майкл, говорили. Отношение к окружающему миру и отношение к другому человеку. Это база, это пропуск, это самый важный показатель, по которому определяется. Или мы берём человека, как жнец, это где-то там наверху, какие-то жнецы, какие-то ответственные смотрители расы. Они определяют, они смотрят, как мы относимся друг к другу. Это видно по свечению анахаты. Обычно анахата, когда открывается у человека, она имеет определённый цвет, она определённый размер и определённое свечение. Из темноты космоса человека можно определить, светится ли он по своей анахате. Когда анахата светится, это значит, что человек способен к другим людям относиться так же, как к себе, вот как в Евангелии написано. Способен заботиться о других людях, видеть в других людях такого же Творца, какой потенциально в нас живёт. И это, конечно, показывает аура тоже. Я сейчас покажу для примера какую-то ауру. И одновременно из космоса точно так же видно, как светятся люди в других чакрах, в других местах, в других вот этих треугольниках внутри тела. И по ним можно определить, подходит человек под жатву, можно ли его брать с собой в другие места или нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok